Цистерну пустую везете? Вась, слушай, зачем такое говоришь? У настоящего грузина не может быть пустого сосуда. Какого бы он размера ни был, бокал или цистерна? Понимаю. Горюче-смазочный везете. Зачем сейчас еще раз обидел? Я везу вино, домашнее вино, выдержка, 25 лет. 25 лет я его выдерживал, а сейчас не выдержал. Да хоть 50 лет. Понимаете, не имею права пропускать алкоголь в таких объемах. Эй, слушай, ты не понял. Это не мне, это дочери моей. Везу на свадьбу. Я думал, мало будет, еще возвращаться придется. Все так говорят, на свадьбу, на свадьбу, а потом берут в подвалах, разливают и продают. Эй, слушай, какой подвал? Вообще не понимаю, что ты такое говоришь. Я тебе говорю, дочка замуж выходит. 10 лет она не могла себе мужчину правильного найти. Ни один не выдерживал. Тут звонит, говорит, папа, я его люблю. Он меня тоже люблю. Все, у нас свадьба. Я не езжаю. Я рад. Я рад, что вы рады. Мы все вместе рады. Но не могу, не могу пропустить. Понимаете? Не могу. Папа, я его зарежу! Я зарежу! Я зарежу! Папа, дочка, успокойся, что случилось? Не надо меня резать. Шагал! Осел! Козел! Вы всех животных будете перечислять? Ты заткнись! Что случилось? Я... Что? 10 лет себе жениха искала. А он мне перед свадьбой взял и изменил, скотина такой. Я ему отрежу то, чем он мне изменил. Он тебе изменил? Я его сам все сейчас поеду и отрежу. Ээээ, товарищи джигиты, а вы можете выяснять отношения за таможней? Не вышивайся, когда люди разговаривают. Тихо, папа. Что? Он мне нравится. Этот? Хороший какой. Эээ, вы чего? Усики какие. Наш он, папа. Вы мне тоже нравитесь, но кто я такой? Я всего лишь таможенник, даже не начальник. Поженимся, да? Эээ, поженитесь, я позвоню кому надо. Сделаю тебя самым главным таможенником. Я бы рад, но я женат. Что? Я ее зарежу, где она? Не надо никого резать. Что вы? Вот, это вы, кавказцы сумасшедшие. Это, все, забирайте свою цистерну и проезжайте с ней. Эээ, слушай, у меня еще две фуры подарков. И подарки ваши забирайте, везите. Сейчас я пойду договорюсь. Ой, это. Спасибо тебе, дорогой. Целую твои мысли. Счастливо. Эээ, слушай. Папа, я поздравляю тебя с началом семейного бизнеса. Так, ну, с документами у вас все в порядке. Можете идти. Спасибо. Гражданка, оставайтесь на месте. Тут такое. Что случилось? Нашу Галину Ивановну того. Да не могла Галина Ивановна, она не такая. На, полюбуйся. Ничего себе. Угу. Это что это получается? Ваша собачка нашу служебную овчарку чести лишила? А? Что вы такое говорите? Арчибард воспитывается в приличной семье. Да? А это что? Твою мать! Арчибард! Кто это сделал? Вы понимаете, дело в том, что у меня мальчик очень воспитанный. Мы едем с ним на выставку. И он не мог совершить половой акт с какой-то дворняжкой, простите. Дворняжкой? Галина Ивановна, капитан таможенной службы. У нее даже медали есть. Ей, между прочим, доля с обысков положена. Понятно? Может, Арчибард перенервничал. Перенервничал? Даже генерал себе такого не позволяет. Точнее, пес его. Да. Ну, я не знаю. Ну, что тут такого? Никто это не узнает. Я уже вижу эти толпы журналистов. Эти заголовки таможне дали под хвост. Ну, что вы нервничаете? Ну, что тут такого? Я не понимаю. Что тут такого? Галине Ивановне до майора месяц оставался. А теперь что, декрет? Да ваш Арчибард даже с ней не женат. Это что у нас, Галина Ивановна, мать-одиночка будет? Бедная старая сука. Хорошо, я вас поняла. А вот, пожалуйста. Это что? Это Арчибард просил передать элементы. Я надеюсь, наш вопрос закрыт? Думаю, да. Последний вопросик. А какая порода у вашего Арчибальда? Королевско-Юршевский терьер. До свидания. Арчибард, пойдем. Ёршник. Не слышал? Ёршнивый. Как ты на нее запрыгнул? Ёрш, ладно, гугл разберется сейчас. Ёршнивый. Ничего себе! Что там? Ты знаешь, сколько щенки стоить будут? Сколько? Две штуки баксов. Ого. Это что, Галина Ивановна больше нас зарабатывать будет? А, пойду покормлю ее. Ей сейчас витамины надо. А я, наверное, крестить щенков ее буду. Буду кумом Галиниева. Так, батюшке звонить надо. Узнать, как щенков крестят. Ну, давай, выкладывай, докладывай. Начнем с денег. Здесь 10 тысяч. Всего? Ну, сколько накаледовали. Начало месяца всего лишь. Дилетанты. Дальше. Ага. Так, конфеты. Что за конфеты? Хорошие, с ликером. С ликером? Да. Точно с ликером? Ну, не пробовал. С ликером. Дальше. А, дальше. Водка. Так, и вот таких пять ящиков. Нормальная водка? Не знаю. Надо пробовать. Все в жизни надо пробовать. Давай. Ага. Пойдем экспертизу. Давай, давай, давай. Полная экспертиза. Ага. Ну, за конфискат. Хорошая водка. Хорошая. Ой, конфетка. Так. Дальше. Дальше. Переходим к наркотикам. Ага. По подозрению кокаин? Интересно. Надо провести экспертизу по протоколу. Ага. Так. Так. Давай, давай. Так. Строй дороги. Хе-хе. Хе-хе. А можно? Нельзя. Твою мать. Петрович, че? Твою мать. Калюня. Братело мой. А мы-то там на следственный эксперимент проводим. Ха-ха-ха. Каля, ну, Каля, ничего. Рад видеть. Не думал, что так встретишь, Петрович. Рад видеть. И какими судьбами? Да, таможенщик здесь просто. А твои архаровцы не хотят пропускать груз. Это что? Может, повлияешь как-то? Какой повлияешь, Калюня? О чем ты говоришь? Сейчас времена другие. Власть другая, правила другие. Четкая субординация. Внизу берем, наверх отдаем. Каждый на своем рубеже. Ты на месте там с ребятками поговори. Какого-то коньячку, ящик. Предлагал, предлагал. Не берут. Ну, значит, груз серьезный. Значит, денежкой как-то, понимаешь? Денежкой. Денежка. Давал денежку. Тоже не хотят. Не берут. Ну, значит, груз чуть-чуть оставь и едь спокойно. Да оставлял я. Не берут. Что-то я, блин, размяться. Как не берут? Вообще никак. Это не наши. Не наши. Твою мать, что проверка из Киева? Как проверка? Лейтенант, тревога. Посторонние на таможне. Вот довели страну, а? Уже на одной таможне и наши, и не наши работают. Блин, ну, варьё. Сплошное варьё. Вокруг. Наталья Петрова и Наталья Сидорова. Зачем это вы, Наташи, в Турцию едете, а? Я ещё раз вам объясняю, что мы едем на айтишную конференцию по поводу безопасности твёрдого бизнеса. В смысле, крупного. Ну, твёрдого и крупного, если повезёт. Понятно. То есть две Наташи на целое лето едут в Турцию найти конференцию. Это прям какая-то утечка мозгов получается. Так а шо вы там такого? Мы программистки. А-а-а, айтишницы мы. Я бы сказал даже ай-яй-яй, айтишницы. Ага. Ладно, давайте посмотрим, что тут у вас в чемодане. О, вот это как помогает программированию, а? А это когда сидишь долго перед компьютером. Бьёшься по спине, чтобы не болело. Так а-та-та, а-та-та, а-та-та и помогает. Ага, понятно. О, а вот это для чего, а? Так это это, когда заснул за компьютером, чтобы головой об стол не удариться. Ага. Ай! И дальше печатаешь. Ага. Понятно. Ладно, Наташи, дам вам шанс. Значит, смотрите, переустановите мне сюда Windows, и тогда я вас пропущу. Ага. Ну, ты это, сам захотел. Ну. Муа. Опа. Все, Натаха, не мучайся. Я уже там все переустановила, можем ехать. И все-таки какие у нас сговорчивые в стране айтишницы. Мы все погнали. И Валерка уже звонил, ждет. Блин, они не моются вообще эти таможенники. Капец. Не, ну, а что ты хотела? У них такая работа. А, ну, возьми ноут с собой. Да я калькулятор возьму. Здравствуйте. Скажите, я тут на досмотр, можно? Ну что, вы будете меня досматривать? Я этим уже занимаюсь. А, хорошо, спасибо, до свидания. Подождите. Сейчас процедура досмотра несколько усложнилась. Придется раздеваться. Как? Полностью. Отчего? Это новые реформы такие. Два часа назад их приняли недавно. Вот. Придется. А, окей. Надо так надо. Ну что, все, я могу идти? А, нет. Надо еще фотографии сделать. Какие фотографии? Для анкеты. Попозируйте. Ну, надо так надо. Отлично. Так, отлично. Отлично. Хорошо. Что здесь, мать вашу, происходит? Ой, пирожок, ты не подумай. Это из-за новых реформ нужно фотографироваться и анкетки заполнять. Тебе, кстати, тоже придется фотографироваться, так что раздевайся. Ага. Алло. Да. Что? Уже иду. Иду, иду. Стоять. Куда собрался? Меня начальство вызывает, мне надо идти. Начальство вызывает? Я, твое новое начальство. Ага. Стоять. Ты что там фотографировал, а? Это реформы. Что это? Реформы. Новые. Яна, а это что вообще такое? Блин, я моргнула. Так, а ну-ка. Давай мы сейчас тебя тоже для анкетки сфоткаем. Я не очень фотогеничен. Вау, вот так, вот так носочек тянем. Вот так. Хорошо. Улыбайся. Так, значит, вот эти фотки, чтобы завтра висели на доске почета. Приду, проверю. Так, а... Не будет. Уволю тебя к чертовой матери. Яна, пошли. Хорошо. Больше не заходи в незнакомые кабинеты. Хорошо. Чего стоим? Работай. Работай. Что? Ян, ну опять ты, ну куда? Это туалет. Хорошая фотография. Здравствуйте. Здрасте. Подождите, это еще не все. Чего это? Вот. Теперь все. Это что за хрень такую мы везем? Вы что? Это не хрень, это современное искусство. Так я так и сказал. Хрень. Вы не отесанный мужелан, а я новатор в современном искусстве. Валентин Абстрактный. Слушайте, Абстрактный, что везете и куда едете? Я еду на всемирную выставку современного искусства. Везу свои экспонаты. Экспонат это неправильное слово. Из чего хоть этот экспонат сделан? Из коровьего навоза. Господи, я тебе говорил, все современное искусство это полный навоз. Ага. Вы что? Вы что такое несете? Вот это. Эта инсталляция стимулизирует современное общество. Наляпана, размазана, наляпана, размазана. Бам. Слушайте, вы тут не сильно ляпайте у нас в кабинете. Вы нам сейчас тут весь кабинет заляпаете. Что еще везете? Вот. Это моя лучшая картина. Я ее нарисовал своей пятой точкой. Слушайте, у вас все искусство через пятую точку, что ли? Ой, ничего вы не понимаете. Это тоже символизирует современное общество. Наляпана, 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 бам. Ну, понимаете? Слушай, давай этого абстрактного гнать отсюда, потому что он нам весь кабинет уже заабстрактил. Уважаемый Валентин Абстрактный, забирайте ваше свое искусство, и вы свободны. До свидания. Спасибо, мальчики. Пожалуйста. Господи. Точно, это было. Вляпался только что в современное искусство по полной программе. Слышишь? Я только что нагуглил этого абстрактного. Да. Ты знаешь, сколько его картины и статуи стоят? Я бы даром не взял бы. Картины от 500 тысяч долларов, а статуи миллион. Сколько? Что же мы сидим-то? Господин Абстрактный, уважаемый ценитель этого, вершитель искусства. Порожки. На краях. Там две фуры стоят, одна красная, другая зеленая. Это мои фуры, я их лично фломастером пометил. Так вот, подгони мне их под окно, чтобы я их видел из окна, и мне спокойней будет тогда. Ну, вроде. Красная и зеленая. Ты что, дальтоник, что ли? Или не может отличить, и что? Мне мама сказала, что вы мне тут печатку плюхнете. Я перезвоню. Что плюхнуть? Печатку сюда, оп, и плюхну. Я поеду. Куда поеду? В Польшу. Свет побачите. Только мне печатка требовала. Оп, вот так. Мама сказала, может, вот так, а может, вот так вот. Что ты делаешь? Шпаклюю. Я тебя спрашиваю, что ты тут делаешь? Тут я пришел, печатку вот так вот плюхнути, и все, и поеду. То, что ты хочешь в Польшу на заработки поехать, я уже понял. Ну, чтобы я тебе печать поставил, меня надо отблагодарить. Дякую вам. Ведо меня и от моей мамы дякую вам. А теперь, будь ласточка, мне печатку плюхнете, и я поехал. Отблагодарить, значит, подмазать. А где подмазать? Утамо? Че утамо? Вы не хвилюйтесь, я доброе шпаклюю. Не надо ничего здесь пошпаклевать. А что тогда? А, тогда вы поставите печатку, и я поехал, так? Что ты делаешь, мать твою? Позвать. Кого? Маму. Мама! Мама, вас звуть. Мама. Тата, тата. Кликай у меня, сыночка, да? Бахнули тебе печатку? Не, не хочет. Женщина, а с чего вы решили, что у нас тут так все просто? А че ты так нервуешь? Голодный, мабуть. Есть немного. Мама, сыночек меня ваш вымотал совсем. Ой, а у меня тут как раз есть пирожки. Вращайся. Не сыруйся. Смачней. Спасибо. Мама, это уже план Б? Что за план Б? А он иногда у меня что-то выдумывает. Вы ешь, то ешьте, а потом мы все вырешим. Смачно? Очень вкусно. Я же сказала. А мне мама заборонила есть эти пирожки, бо це план Б. Что за план Б? Вот это и есть план Б. Никуда не уходите сейчас. Никуда не уходите. О, это и есть план Б. Идите в Польшу, зарабатывайте деньги. Дякую маму и тату. Дякую за то, что вы готовили. Дякую за то, что на ноги поставили. Дай. Дякую за то, что початку поставили. Жить на мати моя, ты ж ночей не доспала. Да нету же. Мы свиту не бачили. Хай наши дети хочут побачить. Ну и на хрена ты им рога нарисовал? Я только ей рога рисовал. А уши и яйца это твоя работа. Все. На работе больше не пьем. Ты хоть знаешь, сколько эта картина стоит? Я тебя прошу, не сыпь мне соль на рану. Ты забыл, что ты нарисовал на картине купание красного коня? Да, смешно было. Генералу понравилось. Добрый день. И такой он уже и добрый. Так. Что тут у вас? Оружие, наркотики, валюта наличкой. Валюта наличкой. Сколько? Вот, вот. И там еще в коридоре. Ох, ниху. Ничего себе вы так везете с собой. Ну, заносите остальную тогда. Да вы понимаете... Заносите. Ладно. Интересно, сколько здесь? Миллион? Я думаю, раз в десять больше. А, то есть сто. Класс. Это я себе гелик куплю, а то меня рейндж-ровер уже задолбал. А я себе вертолет куплю, чтобы на работу быстрее добираться. Да что там тебе добираться? Ты через дорогу живешь. А вот я себе остров куплю. Два. Один для тещи, необитаемый. Так. Так, ну, вот это вроде все. Так, а теперь главный вопрос. У вас декларация на валюту имеется? Ребят, декларации нет. Товарищ старший лейтенант, поздравляю вас. Вы официально не леонер. Примите взаимные поздравления. Класс. И сколько у нас денег? Тут, ну, где-то полмиллиарда. Надеюсь, долларов. А, нет. Евро? Тоже неплохо. А, нет, не евро. Фунтов? Нет. Гривен? Ну, ничего, возьмем гривны. Поддержим отечественного производителя. Нет, это не гривны. Рубли? Ну, возьмем рубли, не побрезгуем. Нет, это не рубли. Это южнокорейская валюта. Вона. Чи вона? Так. А сколько вот это все в долларах? Долларов? Ну, долларов 300, если с сумками. И нахрена ты эту бакулатуру сюда притащил? И я говорю, а те на контрольно-пропускном говорят, тарабаньте все им в кабинет, в кабинет, а? Вот, обордели сволочи вообще, а? Как, значит, фуры с икрой досматривать, так они на месте. А как всякая гов... Вон у! Так к нам в кабинет прут. Так, все, убирайте это отсюда, пока вас не арестовали. Ну, за что же меня арестовывать-то? За нанесение тяжких душевных травм сотрудникам при исполнении и разрушении мечт. Мечтатель. Мечт. Что-то за слово такое мечт. Правильно говорить, мечток. Ких мечток? Ты там знаешь. Это он. Мечток. Че ты смотришь на меня так? Сань, а ты когда мне долг вернешь? Ну, зарплата у нас через две недели. Зарплаты и верну. Да ладно, заливать тебе. Ты ни разу зарплату не забирал. Ну, нет, сейчас денег у меня нету. Все деньги в деле. В деле, да? Да. А я тут недавно твою заначку нашел. Там как раз мне долг отдать. Какую заначку? Нет у меня никакой заначки. Нет заначки, значит, да? Нет. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Что у нас здесь? Книга! А что за книга? Что за книга? Читать не умеешь. Уголовный кодекс. Уголовный кодекс. А тут у нас что? Не стыдно тебе от напарника деньги прятать? Ой. Можно подумать, у тебя заначек нету. Вот у меня-то как раз заначек и нету. Да? Да. А вот это что такое? Это ручка моя, положи на место. Ручка. Вот пописать твоей ручкой хочу. Ой, а что-то она не пишет, ручка твоя. А почему? Может, там пасты нету? Точно. Зато там есть сто баксов. Ах так, да? Ах так? А я тебе сейчас покажу, где ты антиквариат прячешь. Ой, где это я антиквариат прячу? А ну-ка, а ну-ка. А что у нас тут? Ать. Чего это такое? А хочешь, я тебе покажу, где ты наркотические средства прячешь? Какие такие? Ничего я не прячу там. А я тебе сейчас покажу. Ничего я там не... А ну, дай сюда. Вот же они, надо ж тебе. Ты совсем уже оборзел? Как можно было заначку в моей заначке делать? А? Хорошо придумал, да? Кстати, Сань, ты не видел, где колье, которое мы на прошлой неделе изъяли? Какое колье? Красное, рубиновое такое. Нам за него отчитаться надо еще. Не знаю. Сказали, головы подрывают, если не найдут. Так это на нашей смене? На нашей смене было. Ищи давай. Ревность мировольна. Это что здесь происходит? Я не понял. Что, вернулся? Проездом был. Понятно. И это все, что вы заработали за сегодня? Молодцы. Орлы. Рад стараться. Много не на сложного. Ну что ж, упакуйте. У меня как раз обход. Я всегда на обход беру с собой пакетик. Бижутерия. И вот так, чтобы каждый день. Что-то еще? А, да. Спасибо. Рад стараться. До свидания. Фу, хоть одну заначку успел спасти. А ты камешек здесь не видел? Только что тут лежал. Странно. Куда же он делся-то? Представляешь, что пишут? В Белоруссии один инвалид через границу в гипсе провез 10 килограмм золота. Ха, вот так вот чья-то сломанная рука сломала кому-то карьеру. Ага. Здравствуйте. Здрасте. Нет, а надо там оформить кое-что. А-а-а. Ты что, думаешь, мы не догадались? Что? Думаешь, мы фильмы не смотрим? Думаешь, мы газеты не читаем, а? Я не понял. А ну давай. А-а-а. Доставай бриллианты. Что вы говорите такое? У меня перелом, у меня даже справка есть. Да я тебе сейчас таких справок на принтере, знаешь, сколько напечатаю? Давай, доставай бриллианты. У меня кроме перелома ничего нету. Хе-хе-хе. Сейчас мы посмотрим, что там у тебя. Что вы... А-а-а. 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 Что смотришь? Помогай давай, матерый, пожалуйста. Отпустите, что вы стыдите. А-а-а. 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 Не стыдай, давай, давай, давай. А-а-а. Вы нас простите, мы действительно не хотели. А хотите, я вам сейчас кофе сделаю. А я вам мигалки выпишу, чтобы вы без проблем доехали. Извините, пожалуйста. Это ваше. Еще раз извините. А-а-а. А-а-а. Алло. Привет. Все нормально. Эти придурки гипс сняли, а в костыли даже не заглянули. Бриллианты на месте. О-о-о. Я извиняюсь, вам с молочком кофе? С молочком. Я извиняюсь, с сахаром? С сахарком. Я извиняюсь, а сколько ложечек? Четыре ложечки. На троих.